на сейчас там извините за все эти технические нюансы обращаю внимание вот на что да вот содержание которое я сделал чтобы сразу обозначить о чем мы будем говорить это как раз те моменты на которые последнее время приходится так часто отвечать что я решил сделать вот таким образом вебинар чтобы он был общедоступный и сразу отвечал на большинство вопросов то бишь как это общие принципы изобилия чтоб с ними разобраться сразу и любимый вопрос это точный алгоритм и самый любимый вопрос сколько нужно времени на вот эти вот события чтобы они материализовались и как бы один из моментов общего то что называется общим принципом это то что изобилие является частным случаем материализации видео меня закрылось так надо так хорошо ладно и давайте еще чуть-чуть поиграюсь так извините да я надеюсь сейчас видно всех и меня в том числе ну я думаю всех остальных наверное не видно спасибо хорошо продолжаем давайте сразу разграничим что такое материализация что такое изобилие материализация да можно сравнить как вы знаете как вырастить урожай каким как спахать почву как посеять и соответственно собрать изобилие фактически это тот же момент тот который непосредственно сбор урожая то есть понимание того как его собрать с наибольшим результативностью вот я по крайней мере я в этот вебинар это вкладываю этот смысл ну и дальше это будет все больше и больше понятно потому что ряд вопросов которые будут возникать по ходу я их затрагивать просто не буду потому что они целом материализации могут касаться и вот ключевое ключевой момент который является в материализации и зрели и более того это умение принять на себя управление то есть то чем мы говорили на других вебинарах то что я вписал в книгах и вообще в целом ключевой момент да либо мы принимаем на себя управление либо мы ждем каких-то поблажек удачи так далее чего-то сверху и вот вы наверно знаете как складывались 90-х годов различные там учения или направления да одни люди приходили говорили вот я вам там подключайтесь к моей энергии я вас приведу к счастью постепенно все больше больше этого отходит на задний план потому что все по ним начинают понимать что либо ты сам делаешь либо никто тебя не сделает счастливым никто за тебя ничего не создаст я как бы предполагаю что без как бы я точно предполагаю что сегодня именно та аудитория которая готова взять на себя управление и соответственно углубляться в детали как это делается и зачем я уже не буду сейчас мы идем дальше потому что вот здесь ключевой момент следующий сколько бы мы не говорили на эту тему каким образом я я создаю мы всегда обращаем внимание на других людей своей жизни то есть допустим мы придумали какое-то событие события я подразумеваю заменяю слово желание чтобы вы не использовать то есть кто-то определяет для себя события что он приобретет какой-то объект кто-то приобрет события допустим ну пускай это там работа какая-то и смотрите что первое здесь сразу же нужно осознать что когда мы смотрим на других людей как ролевые как те кто принимает якобы за нас решение мы начинаем терять энергию которую могли бы направить на реализацию этого то есть я хочу сказать следующее когда мы говорим не обвинение даже как причину что что-то не получается потому что кто-то в этом участвует как причина это уже верный признак того что вы уже перестали материализовать события вы знаете да это ключевой фактор чем отличается миллиардер от до обычного человека миллиардер всегда рассказывает о том что он сделал сам то есть он начинается со слова я но я имею ввиду в принципе не не обязательно конечно миллиардер но любой человек который чего-либо серьезного достиг как можно поставить пример он начинает показывать на себя то есть у него нету такого что вот эти люди меня привели помогли соответственно до пример неудачников это всегда что кто-то помешал это настолько как бы очевидно что современные психологи на этом делают акценты здесь не нужно каких-то высоких знаний энергетики но я обращаю внимание что если вот с этой позиции мы не начинаем работу если мы не говорим о том что я создаю то все остальное начинает рассыпаться поэтому я этого не мог не поставить по главу угла назвал общими принципами с которых нужно начинать и соответственно на помните притчу про волка индейскую притчи что какого волка ты корме что ты побеждает кто не помнит причем вспомнит но сейчас вот что каждое событие опирается на убеждения мы это не верили в других вебинарах и сам принцип и так далее сейчас не буду к этому подходить каждое убеждение состоит из набора мыслей и вот смотрите какой момент сейчас базовые делаю шаг назад убеждение да что какое мы кормим если мы формируем событие которым начинаем я то и дальше событие разворачивается полностью зависимым от того как я это вижу как я на это влияю то есть другие исчезают и мы становимся что называется единственным игроком смотрите как как приятно быть вот представьте вот если вы это еще не чувствуете то просто представьте как было бы здорово если бы вы единственный был бы если бы была единственным игроком женщин больше здесь вот если бы вы была единственным игроком который бы определяла все абсолютно события вашей жизни то есть больше никто на это никак не влияет и на самом деле это абсолютная правда я имею ввиду если вы этого не чувствовали раньше просто попытайтесь прочувствовать если бы это вот так на веру что ли по ощущениям как это здорово когда ты единственный кто управляешь и вот убеждение до в так или иначе всегда присутствует что кто-то мешает кто-то влияет и так далее и мы просто начинаем с этого что мы начинаем кормить того волка который я правильного волка который нравится в нашем случае есть я действую я двигаюсь все зависит от только меня вот с этого начинается тотальное управление своей реальностью это чем мы сегодня говорим конкретно начинается изобилие и перейдем к точному алгоритму и перед этим я еще хотел такой нюанс отметить чтобы сразу знаете избежать вопроса которые задают с регулярной периодичностью звучит он примерно так почему если я там правильно хорошо все думаю но обычно люди называют там положительное мышление нам всякая такая красивая мишура почему вот я там положительно мыслю создаю там визуализирую даже там хожу на всякий случай свечек поставлю в церковь и у меня денег не прибавилось а вот сосед вот мой плохой человек злой некрасивый подлый и так далее а вот он богатеет и богатеет так вот я хочу объяснить такую простую вещь что сосед может и богатеть конечно ради бога той бог ему счастья здоровье но у него хватает своих проблем потому что вот он алгоритм который касается денежной денежных событий выполняет но дальше у него такие же самые проблемы наступают как другие вот сразу чтобы эту тему уже закрыть другие да кого мы знаем вот кто вот под эту категорию попадают любимые политики да люди чаще всего не очень-то бедные но постоянно страдающие бесконечно чем-то недовольные и живущие никогда скажем так себя ну по крайней мере то что мы видим у них не могут себя раскрыть то есть вечно грызу друг другу глотки за что-то там сражаются но собственно них игра такая все время работать с другими то есть в принципе мы никогда не видели счастливого по крайней мере знакомых нам эфирах счастливого политика который бы сел бы говорил смотрите как их надо материализовать реальность какая прекрасная жизнь то есть у него всегда другие мы понимаем что мы до конца жизни будем видеть как он сражается с кем-то уходим от сражения я эту тему как бы закрываем и перехожу как раз к алгоритму в котором присутствует только я единственное и так теперь есть я есть то событие которое мы считаем изобильным нашей жизни событием повторюсь может быть допустим материализация объекта дом машина может быть события повторюсь опять там какая-то работа события может быть в людей разных профессий это может быть ну там творческая собой согласили куда-то он там поднялся знаю там как у актеров да там получил какую-то роль звездную и так далее то есть вот это событие есть я все что нужно большинство присутствующих читали книги которые я писал и частности много других полезных книг я имею ввиду не обязательно что у меня полезное кого-то не полезное нет достаточно много людей и в общем-то простой алгоритм есть я который уделяет внимание событию и сколько я вкладываю туда энергии то или точнее правильно даже сказать не энергии а внимание то это событие становится более реальным иными словами материализация его ускоряется а иными словами если мы говорим о деньгах а события кстати тоже пачка денег может быть или счет в банке это такое же событие и и вот чем казалось бы мы занимаемся представили событие оно должно материализоваться в чем проблема почему не происходит так вот теперь смотрите внимательно что происходит вот алгоритм первое что у вас возникает по отношению к событию это вопрос где взять денег вот простой пример да я допустим хочу материализовать пускай будет вертолет и вот есть события которым я могу думать прямо сейчас материализации вертолета о том как там удобно летать там куда летать и так далее как комфортно я себя там чувствую и вот есть второе событие обычно но возникает так незаметно к событиям которое я называю в данном случае в событие вопрос который называется где взять денег то есть и вот с этого момента наше внимание начинает рассеиваться то есть человек начинает не материализовывать не создавать вот то изобилие а у него создается два события одновременно событие то которое он хочет и событие которое можно назвать так якобы условием чтобы оно произошло и это не видно но если вы чуть-чуть посмотрите на любой момент а сейчас мы говорим про изобилие поэтому любое что вы задумывали чтобы оно осуществилось буквально на третью секунду третью минуту или сколько там хватает кого возникает вот этот вот собой момент взять денег вот сейчас вопрос как же отпускание чем больше внимания тем больше хочешь тем тем менее реально оно произойдет отпускание вот сейчас вопрос по поводу отпускания он сам по себе как я это вижу должен полностью само исключиться к концу моего вебинара и так есть события возникает где взять денег внимание разделилось идем дальше а дальше возникает еще одно вначале нужно накопить и потом жить посмотрите это как раз я взял вещи которые связаны конкретно с изобилием смотрите как часто происходит вы вроде бы даже можете сделать определенные шаги к осуществлению вашего изобилия но потом у вас начинает останавливать момент что может все таки я сейчас куплю что-то нужное потому что начнут деньги исчезать не только как бы нужно а вдруг скажем вот то мое желание которое задумал оно будет оттягивать ресурсы да его то могут украсть я могу все это потерять или на него нужно будет какие-то затраты дополнительные и так далее и вот здесь начинается еще один фактор это фактор накопления то есть я вот накоплю вот то что мы часто слышали да там дедушек бабушек родителей ты вот подсоберись под накопи там как моя бабушка покойная накопила перед девяносто первым годом когда там все это слетело вот под накопи а потом уже начнешь чего-то куда-то тратить и вот этот все равно так или иначе фактор присутствует очень много даже в свое время было всяких тренингов как правильно копить деньги да помните анекдот этот в начале я нашел одно яблоко продал потом купил на него два яблока продал потом купил три яблока продал а потом мой дядя оставил мне наследство вот так я стал миллионером вот тот же самый принцип срабатывает на самом деле то есть этот фактор не имеет значения накопления как такового и вот еще один момент который затягивает внимание если не выйдет он как бы не так очевиден поменьше нарисовал да но тем не менее что сюда я вкладываю допустим у вас есть два направления двигаться в сторону вот этого карьера простим или там свой бизнес это просто как пример человек раздваивает внимание вот вот тут у меня вроде как все налажено а там я могу все потерять и опять-таки в случае изобилия эти шутки не не проходят потому что как только вы начинаете и на этом еще фокусироваться это тоже самое съедает внимание фактически это как видите уже у нас три волка которых вы начинаете кормить с одной стороны пытаясь материализовать что-то с другой стороны оттягивая кормление на одного из волков и это еще не все да вот у нас есть еще такая штука как опыт то есть если вчера не получалось я вчера четыре раза пытался чего-то материализовать мне ни разу это не получилось опыт показывает что это невозможно а еще более да у нас есть всегда опыт наших учителей нашего социума наших книжек которых мы читались наших высокоморальных высокодуховных книг которые называются да бедность очень красивая штука ну здесь вот так все нужно объединить вещи которые опять-таки присутствуют на психологических коучингах я думаю что большинство эту тему знают что есть масса убеждений которые говорит что бедным быть правильно а богатым быть неправильно ну это в двух словах я даже не буду эту тему глубоко затрагивать потому что это слишком известно я ведь на это смотрю вот с какой стороны теперь сумме смотрите итак мы начинали всего-навсего с какого-то фокуса внимания мы хотели материализовать какой-то маленький объект но давайте посчитаем внимание когда мы начали думать о том где взять деньги когда мы начали опираться на наш опыт предыдущий когда мы начали пытаться оставить прозапас на черный день когда мы оглядывались то есть то есть банально использовали внимание к страху фактически мы потеряли вообще внимание к событию как бы оно ни казалось вот очевидным что вот я проделал все нужные упражнения вот как мне пишут иногда люди что если я сколько раз мне нужно делать ваше упражнение чтобы это материализовалось я не могу ответить на этот вопрос ровно по той причине что я не могу отследить сколько раз в день вы думаете о том где вы должны взять деньги вот давайте возьмем даже самый крайний случай да допустим человек находится человек безработный вот он ходит по собеседованием там еще что-то и вот возникает вопрос он хочет материализовать там автомобиль безработный у него даже и мысли нету о том чтобы ну точнее может мысли есть о том чтобы материализовать автомобиль потому что все равно будут упираться вот где взять деньги я здесь обращаю внимание вот на что сам факт думания о том где взять деньги отбирает на себя львиную долю энергии уже не говоря о чем-то еще даже если это не нигде взять деньги в их некий человек допустим хочет устроиться на работу у не волны на том месте где взять денег да если события эта работа у него на на этом месте еще может быть находиться другие факторы которые называются вдруг там работа даже не так он смотрит вот где взять денег это вот у него с вот для это с этой точки зрения у него ключевым является внимание к тому что где работу я имею ввиду знаете там кризис работы нету я не могу точнее не то что я не могу так много безработных откуда же для меня возьмется вакансии то есть человек с себя вот только этим мнением не не фактами а только вот этим взглядом он себя вычеркивает вообще из списка кандидатов вообще это не рит общение каком-то там собеседование он даже близко не подойдет хорошие высокооплачиваемые работе пока он на этом фокусируется пока он читает и безработицы не из хорошие примеры людей которые я сейчас не буду этих приводить но скажу так что это совершенно реальная ситуация когда я знаю людей которые именно на на фоне безработицы на начали очень хорошо зарабатывать причем именно помогая другим найти себя люди начинали сами обогащаться очень даже неплохо вот таким образом еще раз ключевой фактор который оттягивает время и энергию более того но если это называется все таки правильно даже не энергию а фокус внимания от того что вы материализуете от вашего конкретно изобилия это вот эти вот аспекты и просто по хорошему нужно было вот я просто хочу на этом сделать еще акцент могли бы просто на этом остановиться вот четыре пять аспектов найдите они должны оттягивать внимание на события и дальше вы двинетесь но мы рассмотрим шире глубже и точнее поэтому двигаемся дальше мы рассмотрим еще то как изменить долю внимания то есть как непосредственно приковать свое внимание к изобилию а не к тому что его отсекает и вот я специально отдельно выделяю что в основную энергию основную энергию или внимание съедает это поиск путей то есть нам кажется естественным человеческому уму кажется естественным что он когда вы придумали что вы хотите яхту на берегу моря то вам необходимо найти точные пути по которому это я так вам приплывет так вот дело в том что именно поиск этих путей во первых не возможен потому что у вас нету если у вас нет опыта получения яхты значит путь должен быть новый а ваш ум гоняет по одному и тому же замкнутому кругу то есть пока вы ищете путь именно умом вы теряете этому внимание вы всегда находите вчерашнее решение и это отбирает всю энергию это вообще как бы можно сказать что на 50 процентов вообще полностью тормозит я здесь сейчас не говорю о том что идеи идея нельзя создавать идея как раз это не путь и мы сейчас чуть чуть дальше как раз углубимся именно в понимании в различия то есть новые идеи и новые пути и поиск на основании старых здесь кстати хотел такую ремарку сделать что ли на пути как рыба представьте себе вы ныряете в реку и пытаетесь найти рыбу вот вот это тот точно точно то же самое что пытаться найти придумать где взять денег для того чтобы реализовать то сколько по реке не гоняли вы полностью себя истощите но вы не найдете рыбу но чтобы поймать рыбу да что нужно всего-навсего не гоняться за рыбой до наблюдать за поплавком и подсекать то есть наблюдать за вот я сейчас говорю о поиске путей точнее не о поиске на о том чтобы просто принимать пути сейчас начинается такой продолжение этого ключевого момента что пути не нужно искать нужно позволить как рыбе позволить подплыть и потом подсекать это такое условное слово но именно наблюдать как это происходит так вот наблюдайте принимать пути здесь очень важный момент это подсказки я сейчас к этому подойду вот как это происходит вот этот ключевой следующий ключевой слайд который вы видите это момент как мы продвигаемся к событиям если мы правильно сфокусированы к событию к изобилию как раз я вот о чем говорю с максимальной фокусировкой максимальной скоростью вы наблюдаете как именно наблюдать и вот еще раз давайте просто представьте визуально до ловлю рыбы чтобы просто сидите и наблюдаете расслаблено и удовольствие вы не мечетесь не бегаете по берегу не бьете удочкой по воде не ныряете туда за этой карасем или селедкой спокойно наблюдаете и вот вы наблюдая как по возникает нужные возможности как наблюдают как возникают люди и возникает то что называется совпадение вот понимание вот этого момента настолько приближает вообще события насколько это вообще можно было бы приблизить то есть из ничего рождается все я объясню например даже не например как я чуть-чуть сейчас перейду к примерам что такое возможности когда вы не выдумываете по вчерашним событиям не пытаетесь логически найти решение вы просто наблюдаете события смотрите первое что вы сделали да вы помните из общих идей материализации я об этом писал в книгах других авторы другие писали уже за счет себя буду отвечать когда вы создали некое событие сформировали его как вы это видите и начали в нем присутствовать внутри то есть вы его переживаете это вот ну буквально представьте себе 5 минут буквально сейчас допустим вы это посмотрели или там завтра расслабились сели первое что вы делаете вы буквально 5 минут ярко образно представляете себя внутри желаемого вам события возьмем на примере автомобиля допустим какой-то автомобиль вы в нем сидите нюхайте трогаете переживаете я приводил в креме в книге пример там пачки денег как мы ощущаем в частности мы там усиливали это ощущение за счет включения других чувств вы это сделали вы это сделали с удовольствием легко и дальше вот то что звучал вопрос про отпускание вот смотрите что происходит насчет отпускания вы перестаете вот в это пережили вы перестаете заботиться о том как это придет что будет дальше в ближайшее время вы начнете наблюдать как в рамках этого события будут появляться что возможности да но возможности чуть ближе к концу скажем начнем совпадение допустим мы смотрели про автомобиль он примеру пускай будет мерседес уже такой банально вы начнете замечать что вокруг вас появляются мерседесы то есть вы берете журнал какой-то появлял там мерседес случайно я просто не говорю даже про интернет потому что там все технологии на этом построен вы читаете новость там новость про мерседес вы едете по дороге там стоит бигборд с этим мерседесом причем если вы эти психолог психологи раньше это говорили выборочным вниманием что когда ты о чем-то думаешь она потом внимание на этом якобы случайно фокусируется ничего подобного это как раз прямая материализация это подмигивание вашего я есть это вот момент да вот подмигивание я есть это подсказка вам намекают что вы правильно идете по правильному пути это не выборочное внимание потому что когда вокруг вас обвешивают билбордами мерседес был банальным примером допустим если вы думали как полететь на мальдивы и вокруг вас висят полетами на мальдивы причем вчера их не было сегодня начали расклеивать вот это уже такая серьезная штука или когда вам звонит кто-то и что-то про мальдивы рассказывает это вот тоже серьезная штука так вот обратите внимание вот это то тот ключ это то подмигивание от вашего я есть когда события начала воплощаться вы не не ищите путей вы не вкладываетесь то как это сделать не думаете вы просто наблюдаете как вам начинает подмигивать вселенная потом к вам приходят уже какие-то люди приходят определенные возможности то есть допустим если мы говорили про машину вас вдруг приглашают там не знаю проехаться на тест драйве просто так на этой машине а или к примеру вы видите там случайность да здесь вот как раз слово случайность не имеет отношения но вдруг у вас появляются некие возможности там допустим заработать много денег мы сейчас про изобилие говорим это как раз тот поток который вам может помочь реализовать автомобиль и вот в этот момент может сработать другая что вот я специально еще раз проберусь чтобы это было максимально понятно и вот эта штука которая говорит начале нужно накопить то есть представьте себе вот вы вложились в формирование мерседеса он начал к вам двигаться у вас возникли потенциально возникли возможность что называется быстро заработать денег вы говорите да нет на мерседес штука дорогая его могут украсть там еще чего то там расходы большие автосервис дорогой давай-ка я наверное все-таки под накоплю и вначале решу проблемы я не знаю там в квартире ремонт сделаю или там помогу бедным в Африке и вот если вы вот эту вот мысль пропустите вот эту идею и не дай бог пропустите здесь не нужно вот бояться да там подумали себе но если вы чаще и чаще будете обращаться к этой мысли вы потом вот откуда вебинар это с того что вот все наблюдения вот эти четко как формируются я это все исследовал наблюдал на уровне энергетики так вот энергетически когда вы начали говорить что сейчас мерседес подождет деньги к вам пошли кстати да вот пошли деньги вы говорите мерседес подождет надо вначале там ремонт и тут у вас пропадает вот тот тот поток денег потому что этот поток денег конкретно шел под мерседес вы начали заботиться о неграх в Африке вы начали спасать слонов там в Африке дай бог им и неграм и слонам счастья но ваш поток денег четко вот видите шаг один шаг два к событию он очень четко и ясно был направлен но вы засомневались вы начали думать что это дорого что нужно под накопить мы сейчас про изобилие говорим но по всей по всей жизни события одинаково проходят как только вы засомневались поток денег начинает иссякать и вот если у кого-то в жизни многих были ситуации когда вот сейчас я это скажу а вы потом проанализируете когда у вас идет идет поток денег все все круто 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 еще лучше еще лучше а потом раз и куда то но все исчезло и вроде бы вы делали то же самое вроде бы все правильно так вот вот это вот произошло скорее всего на 90 процентов в тот момент когда вы начали формировать ну как вы до этого вы просто может быть сейчас не вспомните вы до этого формировали вот как вы то сделаете то купите туда пойдете там потратите то есть поток шел как бы тратить события которые вы нас создавали вы начали экономить куда-то там перераспределять поток обрушился причем естественно что когда идет обрушение то да начало обрушения какое то есть вначале хуже надо еще больше экономить еще хуже поток давай-ка я теперь буду искать товары со скидкой еще естественно вы сжимаете это начинается там нехватка там нехватка естественно фокус к нехватке усиливается изобилие отступает назад посмотрите да внимательно вы всегда создаете как изобилие так и его отсутствие то есть как ручку легко создать так автомобиль абсолютно легко сместили личный фокус никто не виноват в этом никакой неудачи ничего не произошло никаких кризисов не наступило всего-навсего вы перестали фокусировать внимание на своих желаниях которые вы хотели потратить деньги то есть на событиях которые сформировали так назовем вы перестали фокусироваться вы впустили вот те вещи которые мы говорили предыдущие и сейчас я вот хочу сказать вот специально вот этот я не сильно люблю вот примеры со стороны делать но почему знаете к чему учат в школе в институте на очень многих тренингах на таких тренингах все меньше и меньше но раньше по крайней мере да делай как тот делай как тот и мы тебе вот приходите к нам на тренинг мы расскажем как сделал там бизнес какой-нибудь там миллионер вот повторите его пример вы будете богаты нифига то есть нас учат повторять чужие пути и это уже как бы тот как бы тот алгоритм да тот навык который уже нужно просто выплевывать прямо сейчас сразу когда вам говорит кто-то повтори там за кем-то не понятно есть что-то хорошие вещи которым нужно повторять зачем там лбом стену прошибать если можно но вот о чем я хочу сказать смотрите еще раз быстро чтобы картинка я хочу сегодня специально делаю вот повторы по кругу чтобы картинка формировалась яснее 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 вот этот момент фокусировка внимания еще и далеко уже не буду ходить события да внимание на события что говорит опыт да где взять денег вначале накопить а если не выйдет или двигаться по пути да пользоваться возможностями то есть отдаться возможностям впускать новых людей свою жизнь и реагировать на то что называется совпадением теперь посмотрите то есть по логике казалось бы да если бы мы говорили а или в любом случае так сказать официальная психология скажет вам что экономика что нужно выполнить набор действий как как какие сделали там великие люди и будешь богатым если бы мы так было да то было бы школа просто по знаете институт богатства ты поступил в институт на 5 баллов сдал экзамены и все автоматически миллионер потому что ты выполнил шаблонные действия не бывает такого вот самое как бы престижное считается MBA курсы стоят безумно дорого в зависимости от уровня качества но я видел этих есть классные естественно выпускники работники но 80% выпускников MBA это люди которые с утра до вечера живут в офисах выполняют шаблонные программы и не выходят за рамки там каких-то там стандартных зарплат они просто бегают между компаниями их там покупают одни вторая третья но это как бы вообще бесконечная бесконечный бег но я опять таки не настаиваю на том что это плохо либо хорошо я просто говорю что института у миллионеров не бывает потому что не бывает повторения путей потому что не неправильно сидеть и искать пути нужно привлекать новые возможности и вот смотрите пример знаете историю вот здесь быстро Билл Гейтс если кто не знает в двух словах просто в двух словах просто чтобы вы понимали то что я сейчас говорю фактически мы начинаем открываем школу миллиардеров в этом видео в начале кто-то писал про миллиардер фактически сейчас мы говорим о том как делать миллиарды так вот Билл Гейтс чего он такого великого сделал что стал таким то есть первый шаг который сделал он всего-навсего договорился то есть он пообщался с покойным основателем Apple Стив Джобсом Стив Джобс у него захотел купить даже не у него а рассказал как хорошо иметь программу операционную систему Билл Гейтс учаясь в институте который он кстати не закончил опять-таки повторите чужие это не рекомендация всем бросать институт так вот чего он сделал он в институте купил эту программу у своего по-моему одногруппника или однокурсника и просто продал то есть он купил там что-то даже не так он в начале ее продал причем продал он ее в начале если я не ошибаюсь Стиву Джобсу а потом IBM еще сверху причем так продал вот как раз годовые контракты заключил что получил ну вот собственно толчок для всего своего бизнеса вначале он продал а потом купил то есть здесь вот обратите внимание вот найдите такой путь да вот я имею ввиду по вчерашним алгоритмам чтобы так сделать вот эти возможности которые пришли да в жизнь Билл Гейтса вошел в данном случае однокрупник и вошел Стив Джобс ну еще там какие-то события я не знаю как он там сидел медитировал и что он там делал но уж точно не пытался по вчерашней схеме идти и вот этот толчок рывок пошел Цукерберг да вы знаете то же самое ну наверное фильм смотрели или читали биографию то же самое было парень получил чужую идею как это можно реализовать потом алгоритм чужой как это можно написать поигрался на компьютере потом ему же привлекли он сам не занимался этим его товарищей деньги и фактически человек внутри внутри вот этих находясь внутри своего пускай будет я ездим вокруг него сформировалась автоматически миллиардная империя то есть сам он ничего гениального вообще не сделал наверное практически никто не знает как делал капитал Рекфеллер которого ну нас любили употреблять упоминать в двух словах скажу что то же самое он там начинал с низов там бухгалтером был обычным вот торговал фуражом ну сеном дровами а потом просто у нас просто достаточно мало информации но тем не менее вот он говорит что он слушал просто жену свою и в определенном моменте времени обратил внимание что керосин пользуется спросом с точки зрения освещения ну причем поймал да еще хочу сказать смотрите ни у Гейтса ни у Цукерберга ни у Рокфеллера не было никакого капитала обратите внимание вообще ноль то есть они не занимались вот этим пунктом я вот все время по кругу хожу они не занимались пунктом вначале нужно накопить а потом жить они не занимались моим опытом что говорит у них не было опыта к этому они не думали а что если не выйдет то есть они брали все свои деньги которые есть и в это входили и вот момент где взять денег решался для них автоматически за счет сейчас за счет того что вот еще немножко про Рокфеллер скажу у Рокфеллера была какая-то ограниченная сумма денег когда он начинал свой первый бизнес ну за счет того что партнеру нужно был сводить на бухгалтер вот он его взял Рокфеллера потом когда он входил в нефтяной бизнес у него тоже не было денег и вот он пошел красноречиво доказывать в Америке в то время еще гражданская война то ли шла то ли заканчивалась и вот он буквально на словах банк убедил что дело выгорит то же самое денег никаких не было то есть для того чтобы реализовать себя никто из этих людей не искал изначально деньги для того чтобы реализовать вот то что им нужно было то есть они изначально получали я не знаю я им головы не залазил нужно будет можно сделать конечно простите меня на чем они медитировали фокусировались но деньги и возможности приходили автоматически здесь я вам хочу еще привести пример вот тут грин последнее слово это один из основателей гугла так вот они тоже когда придумали свою систему они уже ее создали пытались в общем-то расшириться за рамки домашних компьютеров финансирование они получили после того как их отшибали налево и направо вот для них ключевым смотрите представьте себе вы основатель гугла и вас десятый раз уже послали собирать бутылки на свой бизнес и вот вы ходите думаете ну как же куда же и вот в какой-то момент времени у них возникает человек они приходят на презентацию 2 минуты рассказывают то есть я уже сейчас 50 минут разговариваю они 2 минуты рассказывают человек выписывает им чек на 100 тысяч долларов причем как по по легенде говорят что он ошибся потому что гугл это слово ну неважно в общем ошибся и он в этом чеке как раз написал гугл то есть на компанию которая не существовала они изначально чуть-чуть по-другому назывались это квадратиллион точнее самое большое число в общем забыл как называется термин вот и он ошибся даже в написании этой фирмы им пришлось быстро создать фирму чтобы она соответствовала чеку опять-таки ладно еще пример чтобы ну все-таки миллиардный клуб у нас был Артега Артега это самый богатый человек Европы в прошлом году он был самым богатым человеком мира и он это владелец сети ЗАРа и вы знаете как он вообще с чего начался его путь они сшили с женой нижнее белье и продавали поставляли в магазины в какой-то момент времени получили громаднейший заказ вложили все свои деньги в этот заказ нашили этого белья привезли а заказчик отказался покупать и вот они остались с громадным количеством запасов нижнего белья и вот опять-таки денег нету возможности нулевые и как повторить чужой путь то есть можно сколько угодно там перечитывать биографию уже Билла Гейтса или там Рокфеллера в данном случае тот же Артега поступил анонс кажется его зовут испанец он решил сходу создать свой магазин чтобы иметь и фактически ну возможность реализовать и вот это был ключевой шаг к созданию империи то бишь владеть этапами производства белья на каждом их ну в смысле все этапы и шитье и логистика и торговля вот я вам сейчас привел самые яркие самых богатых людей другие ну тут нет смысла вообще знаете там всех миллиардов долларов перечислять не имею ввиду тех кто с нуля поднялся но во всех случаях идет одна и та же ситуация люди фокусировались на возможностях они фокусировались на том что они хотят сделать и не искали путей ну старых путей не думали об этом я не знаю конечно думали или нет я одно я точно знаю что если бы они фокусировались ну перебирали возможные пути вчерашние там или ходили на курсы как правильно искать пути то бы никуда бы не пришли то есть во всех случаях вот здесь смотрите наблюдается то что можно назвать назвать совершенно волшебным превращением то есть происходит волшебство которое формирует уже следующее событие то есть вот эти вот ступеньки это все волшебные ступеньки когда вы спокойно наблюдаете как формируется то что вы задумали не фокусируясь на том почему это невозможно о том о чем мы говорили раньше это совершенно живые примеры не буду дальше на эту тему говорить о примерах и перейду к следующему вопросу сколько нужно времени на материализацию здесь это все взаимосвязанные вопросы да что если о чем вы знаете это материализуется мгновенно например вы знаете что солнце встанет или сядет это автоматическая материализация то есть вы знаете что у вас в кошельке там не знаю какая-то сумма денег лежит это повторюсь мгновенная материализация она продолжает там лежать никуда не исчезает кстати если вы не знаете сколько у вас в кошельке то всегда есть шанс что там что там добавится денег если вам нужно у меня такое событие довольно часто происходит или происходило это очень такое распространенное это не радовое событие я имею ввиду что это событие очень регулярно хорошо значит если у вас есть намерение что-то делать в среднем событие развивается в пределах недели то есть вот вряд ли вы вот сейчас если у вас нету ничего вдруг придумали что вы материализуете себе яхту и вы прямо намереваетесь это сделать вы не сможете даже намереваться потому что намерение подразумевает это уже когда вы что-то делаете конкретное то есть я вот допустим да хочу к примеру да возьмем там материализовать автомобиль я не знаю как допустим ну предчувствовал представил да что какое у меня может быть там намерение да допустим я поеду в автосалон не знаю если денег нету на эту машину пойду тут же в банк и буду начну таким образом закладываться в то чтобы ну для меня там машина должна быть реально если для себя к примеру начну придумывать некий Rolls-Royce который там стоит или там что-то там 10 миллионов то вряд ли я сейчас из этого сформирую намерение да что я сейчас возьму кредит в банке и куплю себе Rolls-Royce то есть ну даже тут сама идея такая не придет поэтому в данном случае намерение обычно возникает в отношении того что вы допускаете как то что можно сделать и просто начинаете действие и когда вы начинаете вот это вот действие и у вас есть ощущение что это реально ощущение реальности вы начинаете вы следите за потоком событий и в среднем примерно неделя нужно то чтобы это перешло в фактор реальности вот да в следующем это есть некая уверенность когда мы говорим о том что если вы уверены в том что вы можете это материализовать но вы еще не знаете как вы не можете сформировать намерение к какому-то действию то есть вы еще ну не не определились но уверены что это реально произойдет вот это вот 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 этот как бы я его нарисовал как неким рубежом то есть в среднем большинство вещей которых мы можем материализовать в среднем на них можно потратить около месяца так сказать приобретая некую уверенность что это возможно то есть когда возникают люди события в нашей жизни автоматически возникают повторюсь когда вы не вкладываетесь в то что нужно об этом думать так или иначе или не распределяете внимание то в среднем около месяца хватает на то что материализовать это дальше начинается вот переходной этап который резко бросает где-то на полгода это когда есть вера то есть когда вы верите что вы можете вот допустим сейчас вы послушали этот вебинар поприсутствовали у вас есть определенные знания как происходит материализация то есть я имею ввиду не просто сидел человек где-то на лавочке потом посмотрел вебинар и случилось волшебство я имею ввиду что есть какие-то навыки более-менее серьезные вы эти навыки применили да вот этот вибрации соответственно у вас возникли вы можете их удерживать вы можете свой фокус внимания контролировать вы чувствуете свою есть вы чувствуете поток энергии у вас есть вот эта вот база и здесь у вас есть вера что вот допустим сейчас на примере вот этот вебинар вы послушали теперь у вас допустим ну вот я допустим сейчас могу кому-то добавить веры что он хочет что-то реализовать и вот этот человек который сейчас может поверить в это что он может реализовать он начнет последовательно наблюдать как формируются подсказки подмигивание от вселенной он начнет наблюдать как появляются одни возможности вторые третьи его фокус внимания не будет допускать вот тех красных зон которых мы раньше говорили выше и таким образом его вера начнет привлекать вот как в случае мы говорили с еще этих товарищах как Билл Гейтсу пришли вот Стив Джобс и однокурсник Цукербергу то же самое вот вот к каждому из них в разных ситуациях да начали приходить возможности то есть когда ваша вера будет переходить в уверенность ну уже вера как стартовая вам нужно всего-навсего да фокусироваться я имею ввиду не сидеть с утра до вечера и молиться или там медитировать а достаточно просто не впускать вот те вещи которые мы говорили в фокус внимания и чем больше ваша вера будет переходить в уверенность тем быстрее вы будете с полугодичной материализацией приближаться в месячную да там и все это в недельную а потом это будет просто переходить в реальность ну и соответственно на наиболее отдаленном этапе существует планирование то есть вот прямо сейчас вот я сейчас смотрите я не пытаюсь говорить что планирование это плохо строго наоборот прямо сейчас вот вас вы чего-то хотите у вас никакой веры ничего нет вы берете чистый лист бумаги и рисуете на нем ну план ничего нет вот хочу быть миллиардером да рисуете на листе просто вот некий план по пунктам как только вы написали план неважно какой у вас когда вы перечитываете для вас это уже план это некая физическая штука я почему показал блокнот что это как бы физическая штука она не физический план для ума это некая вещь которая кажется уже реальным ну смотри у него есть реальный план как ну как это реализовать как только план уже составлен повторюсь его уровень дебильности в принципе не имеет значения главное чтобы вы верили что он реальный вот тогда план превращается в веру тетю веру или ее сестру надежду вот как только он превращается из плана в веру вот смотрите вот вы уже из годичной материализации запрыгнули в полугодичную и вот дальше вот в обратную сторону если вы проследите я сейчас себя не буду в обратную сторону перематывать вот все равно в любом случае при желании можете в видео посмотреть с как мне кажется информацию очень плотно даю так вот если проследите как формируется из плана вера из веры в уверенность из уверенности намерения и в знании вы проследите вот на каком этапе вот любое событие сейчас возьмите которое вы хотите сделать и вы можете понять сколько вам времени на его материализацию то есть если вы хотите материализовать яхту да вы можете подумать или миллиард пускай да в деньгах это проще миллиард вам сейчас проще всего не пытаться как намерение или там уверенность или верить в миллиард лучше составьте план поверили в план то есть мы ее составили уже появилась вера о хорошо попытайтесь поверить в каждый пункт плана и понимаете сейчас ведь речь не идет о том чтобы верить не верить уверенность сейчас я обращаю внимание на соблюдение предыдущих тезисов о которых мы говорили а именно вы не ищите вы не тратите внимание сознание мозга как это сделать ума правильно сказать да не знаю кто мне подсказал но только что я услышал из какого-то пространства времени вы не тратите время на вот анализирование на ум как формировать пути вы наблюдаете вы наблюдаете вот вы составили план вот так это действительно работает действительно вот план на миллиард ну я не хочу что-то байетировать или там кого-то привязывать к какому-то миллиарду достаточно на миллион да на полмиллиарда вот тоже кто-то подсказал хорошо вот вы составили какую-то цифру лучше чтобы вот знаете пройти весь цикл с миллиарда возьмите попроще вот у вас есть какая-то сумма денег с которой вы месяц вот сейчас как будто допустим вы зарабатываете тысячу да возьмите две тысячи вы зарабатываете десять тысяч возьмите двадцать и так далее может не имеет значения но то что вы можете поверить более-менее добавьте туда чуть-чуть не знаю можете на десять и вот скажите что это план то есть теперь так допустим было тысяча вы добавили еще 100 умножили на десять двадцать и так вы умеете зарабатывать тысячу то есть у вас есть уверенность что вы где-то как-то эту тысячу нашкребете вот теперь вам задача запланировать спланировать двадцать тысяч составьте краткий план не знаю очень краткий простой вот чтобы вообще понимать о чем мы говорим план на уровне даже вот такого ну знаете если я каждый день буду собирать пустые бутылки то вот на то чтобы накопить двадцать тысяч мне нужно собирать столько-то бутылок того в день я должен собирать там не знаю там четыреста пустых бутылок все план все вам надо поверить ну конечно это такой примитивный пример да лучше чтобы он был более приближенный к вашей реальности но тем не менее как только вы поверили в этот план вы можете быстренько его сдвинуть в веру то есть вы уже верите что двадцать тысяч возможно соответственно дальше вы уже начинаете наблюдать вы уже для себя так я уже верю что двадцать тысяч могу начинаете наблюдать как в вашу жизнь приходят намеки подсказки и люди то есть ничего специально делать не нужно вы выдыхаете вы получаете удовольствие вот любой намек это должен быть удовольствие я говорил на матери вебинаре кажется про материализацию я боюсь ошибиться на каком вот этот момент выдоха с удовольствием все как план есть с удовольствием выдыхаете все отлично буду ждать подсказок расслаблен опять таки не бегать с биноклем выглядывать а буду ждать эти подсказки они придут выдохнули увидели подсказку то есть буквально вот как я сейчас сказал про двадцать тысяч да там подсказка будет для вас не знаю стань лучшим собираторем бутылок или подсказка будет такая что вот вот сейчас для кого двадцать тысяч да имеет какое-то значение выйдите там не знаю через десять минут завтра послезавтра где-то в большую надпись увидите двадцать тысяч не важно чего там килограмм тонн это вот ваша подсказка но ключевое да это просто вы их наблюдаете и ваша вера вера постепенно превращается в уверенность вы начинаете впускать возможности и главное впускать я имею ввиду под словом главное что не перепрыгивать на ну не пытаться выжимать знаете там пришел к вам человек говорит там а знаешь есть там возможность не знаю вложить деньги туда-то о классно это возможность все куда вложить ты говоришь форекс поиграть лотерею купить или там что-то пирамиду какую-то поучаствовать то есть не дать нам в смысле тоже не обязательно не называйте любое предложение возможности вы поймете вот оно ёкнет вот у меня всегда обычно мое личное да я вот трижды слушаю то есть мне один человек сказал слушай чего бы тебе вот это не сделать я говорю да хорошее спасибо хорошая идея потом проходит время тромить человек а почему бы тебе вот это не сделать я такой смотри мне уже второе сказал проходит какое-то еще время когда говорит третий я все как бы для меня это уже железобетонно то есть не потому что за меня кто-то решил я уже как бы видел что ну я дать чтобы не голосло но вот сегодня я общался с человеком он мне сказал до этого мне один сказал человек что напиши напиши пожалуйста книгу про отношения но не не вообще про отношения людей а там про бой вот чтобы чтобы женщина читала и понимала как выйти замуж и она мне еще там целую классификацию предложила вообще мужику ну не важно сегодня мне до этого мне еще один человек об этом сказал сегодня мне буквально так сказать в лицо вот другой человек сказал я уже для меня вот я просто привожу пример да для меня это сигнал так слушай раз такое дело то может быть уже наверное такую книгу нужно писать то есть я думал на одну тему думаю ладно наверное это же как бы вот мне уже такой сигнал на который я ну я не могу это игнорировать извините я уже всегда обращаю внимание на такие вещи у вас может быть своя как бы сигнал куда вас приглашают вот допустим это там бизнес или работа какая-то допустим вы работаете бухгалтером а вам предложили я не знаю там финансовым директором вы думаете не мое второй раз кто-то про финансовую там сказал опять не мое то есть ну вот это если вы играете в игру возможностей обратите внимание что возможно да и финансовым директором на какой-то компании там какой-нибудь с обгрызанным яблоком да смотрели как Forrest Gump там интересный момент и к чему говорю что сегодня эта компания которая вы считаете огрызком завтра она становится Эпплом и становится лидером а там где вы считаете что это стабильно бухгалтер в школе вот то вот эта стабильность она такой останется до самой вашей пети поэтому смотрите на вот эти вот предложения и мы сейчас идем дальше я еще хочу развить усилить эту тему да на чем мы фокусируемся вот чтобы быть в зоне я тут постоянно раскрашиваю свои эти все рисунки с одной стороны чтобы и мне было веселее вот вообще тесно говоря да зеленая зона это вот мгновенно знание это зона тотальной материализации красная в данном случае зеленая ехать красная стоять так вот смотрите от чего вы можете получать удовольствие вы захотелите что-то реализовать вы говорите ну кому-то я хочу купить Мерседес недавно там товарищ приезжал вот он заговорил про покупку квартиры в Америке на Майами наверное со временем это будет слушать привет Паша вот значит и вот как только человек за это сказал он с женой был я уже четко вижу что у них 90% есть хотя они еще говорят да какие у нас денег нет и так далее но я вижу у них эта материализация уже стала на 90% реальность вопрос во времени он относительный мне вообще как бы это сразу понравилась вот эта уверенность это вот вот о чем я сейчас говорю получаем удовольствие чужого не согласия вы говорите что вы хотите не важно что замок вы хотите или красивый самокат и вам тут же начинает определенная группа людей обязательно обратите внимание рассказывать почему это невозможно то есть тема ну я так в общем назвал не согласен одни говорят невозможно другие говорят это дорого третьи говорят это невыгодно не знаю вы хотите не знаю Мазерати да вам тут рассказывают долго что нужно покупать экономный автомобиль потому что не будет дорожать и так далее ну невыгодно и вот ситуация да как вчера вы могли да вас переубедили вы отбросили свою вот эту мысль ничего подобного завтрашнего дня вы начинаете получать удовольствие то есть вы знаете что вы хотите вас начинают переубеждать что это невозможно все смотрите первые критерии вас начали переубеждать Значит, сейчас вам вселенная подсказывает, что это парадокс, но это возможно именно потому, что люди начинают вас переубеждать. Знаете почему? Вы находились в системе их коммуникации, там где вы были кем-то, ну допустим, не знаю, обладателем Жигулей. Как только вы становитесь обладателем в сознании Мерседеса, вы с этими людьми входите не в конфликт, как сказать, ну к шестеренке не сходятся. Я уже рисовал там в своей книге, так как мы с людьми совпадаем. И из-за того, что вы не можете с этими людьми за секунду расстаться, вы их в реальности встречаете, но они естественно не могут с вами согласиться. Все, это большой плюс. Вам не нужно этих людей, не знаю, переубеждать, не нужно с ними бороться, не нужно им что-то доказывать. Сам факт, что с вами не согласны, давайте сейчас так, даже реверанс в сторону, чтобы это шире посмотреть на это все. Допустим, вам нравится курить, я не агитирую за курение, естественно, но вам это нравится, это ваше личное дело. Так вот, если вас кто-то настойчиво убеждает, что это для вас вредно, получите кайф от самого вопроса, от самого момента, что вас кто-то убеждает. Значит, если вы курите и думаете, что это вам не вредит, значит, факт того, что на вас кто-то пытается воздействовать, говорит о том, что действительно вас пытаются затащить в ту реальность, которая для вас вредна. Я хочу сказать сейчас не в пользу курения, чтобы вас не запутать, я хочу сказать, что вы чужое несогласие не должны воспринимать, как потребность кого-то в чем-то переубеждать. Вот в чем вопрос, вот почему я курение привел пример. Не переубеждайте другого человека, что вам нужен правильный Мерседес. Вам это не нужно совершенно. Наоборот, получите удовольствие, улыбнитесь внутренне, скажите, я ей спасибо за этот звонок. Все, вы прошли порог, вы получили даже вот на этом уровне сигнал. То, о чем я вообще никогда не устаю говорить, да, фокус на хороших новостях. Возьмите, не знаю, когда вспомните вот об этом, откройте в интернете ленту новостей. Я вам буквально сегодня проверял. И там где-то, ну не знаю, через строчку видно, хорошая новость, плохая новость, хорошая, плохая. То есть, допустим, в 100 ленте 50 новостей, да, у меня нет никакого времени читать 50, все, абсолютно. Так день закончится. Я могу прочитать 25. Это пример, как бы, новостей, как там в интернете, в телевидении и так далее. Ну, нужно смотреть чуть шире. В целом, фокус на новостях, которые вы от людей слышите, это, повторюсь, вместо разговоров о том, как страшно жить. Ну, вы знаете, типаж, вам попадаются люди, да, как страшно жить, и пошло-поехало, и новости, и так далее. Из этого вытекает, естественно, что один из сигналов того, что к вам идет материализация, идет то, что вы хотите, идет изобилие ваше, одним из сигналов того, что вокруг вас формируется новый круг людей. И, знаете, чтобы вот, как бы, немножко разрядить, я так сейчас чувствую нагонал тут напряжение, вот, пускай будут, я вот сейчас для всех пошел, вот, я пошел для вас, я являюсь для вас новым кругом, это сигнал о том, что вы правильно двинулись в сторону своего миллиарда, миллиона, все. Вот принимайте, я не говорю, что вы со мной должны каждый день общаться, достаточно, что мы один раз не пообщались, это уже для вас сигнал. Завтра вы еще кого-то увидите, не знаю, чью-то речь услышите, и так далее. Вы обратите внимание, что, на это можно обращать внимание, что вокруг вас постепенно уменьшается количество людей, которые говорят о бедах, зато формируется другой круг. И, опять-таки, ни в коем случае речь не о том, что нужно сейчас всех там, не знаю, уводят, всех убежать и так далее. Нет, я говорю о том, что что люди, которые чаще говорят об обедах, именно чаще, начнут меньше с вами соприкасаться, естественно, они попадают в первое, получая удовольствие чужого несогласия, они могут там фигурировать, но потом либо эти люди перестают найти разговоры вести, то есть сколько остался, но эти люди перестали вести, либо просто добавился кто-то новый, и это как бы очередной сигнал. Не обязательно, что этот конкретный человек вас чему-то научит, или вообще, это просто, может быть, сегодня небольшим таким шагом, фокусом, что ли. Ну, то есть, допустим, вы там с кем-то беседуете, первый раз в жизни, там, не знаю, столкнулись, где-то в поезде, в самолете, в транспорте, в интернете, и просто обратили внимание, что человек на вашу тему что-то говорит, то, что вам близко, там, о мерседесах, ну, так, если так утрировать, или о тех желаниях, о яхтах, вы начинаете слушать этого человека, а он вас потом приводит к чему-то еще. То есть, я хочу сказать, что чем дальше вы уходите от сегодняшней реальности, тем больше этих людей будет больше и больше в вашей жизни возникать. Дальше вот еще раз наблюдаем подмигивание, то есть, есть альтернатива, сидеть, с биноклем у окна, и высматривать, где же ко мне продвигается изобилие. Соответственно, да, то, чем я рисовал выше, это означает сидеть и перебирать с блокнотом, какие пути я еще не испробовал, где взять денег. Абсолютно бессмысленно, потому что вы будете получать вчерашний день, вы будете получать то, что называется, ничего не происходит. Это будет происходить каждый раз, каждый раз, когда вы будете, еще раз, да, вот здесь был вопрос про отпускание. Так вот, это и есть момент отпускания. Когда вы спокойно и весело наблюдаете подмигивание Вселенной, это одно. Когда вы ходите, перепроверяете и ищете возможности, ну, я имею в виду вот с той точки зрения, что когда ваш ум занят поиском, то этих возможностей вы не наблюдаете. Вы будете постоянно наблюдать то, что ничего не происходит. Потому что вот это вот наблюдение, а где же оно приближается, это и есть факт нахождения вчера. Вы смотрите на подмигивание, как вот про рыбу говорим, просто спокойно, радостно наблюдаете, когда клюнет. То есть, вот, представьте себе вот это вот состояние, да, вот идеально, расслабленного рыбака, который наслаждается вот здесь и сейчас пребыванием вот на этом озере. Представьте себе, что вы вот в таком состоянии, я не говорю про безделье ни в коем случае, я говорю про состояние, состояние то, что вы делаете сейчас. Вот то, что вы делаете для того, как вы это делали, ну, чтобы что-то закончить и так далее. То есть, находясь в этом, вы спокойно, как рыбак, наблюдая, как новые возможности возникают. И обязательно на пункт, да, вот, обратите внимание, когда вы в какой-то там беде, в каком-то трабле, так сказать, допустим, если кто-то сейчас вот это смотрит, он без работы, или вы начинаете новое дело, вам страшно, вот это вот, лишь бы пережить вот эту ситуацию, а потом как-нибудь я уже начну там фокусироваться на том, чего я хочу. Изобилие. Сейчас мне не до изобилия, мне надо сейчас спасаться. Так вот здесь вот, если вы спасаетесь или переживаете, вот это будет бесконечная ситуация. Я сам в таких ситуациях бывал, когда у меня вот это вот, пережить бы вот эту продолжалось там полгода, а то и больше. И казалось бы, вот на следующей неделе наладится, надо дотерпеть, а нифига, невозможно вообще дотерпеть, ну, в смысле, оно как бы автоматически именно это состояние рождается, рождается дальше и дальше. Соответственно, мы это состояние заменяем на мечтаем смело. То есть, начали вы вот это вот переживание, запустилось, переключайтесь на мечтание. Здесь мечтать можно о чем угодно. Вот, вот, тут соответствует точно, что мечтать не вредно. Но поверьте, вот чем больше у вас, давайте вот здесь я даже шире скажу, я задаю вопрос, по-моему, книга тоже писала, да, представьте себя, что с вами будет через год, через два, и когда я там говорю десять люди начинают так притормаживать, когда я говорю пятьдесят человек уже так как-то на уже смотрят, ты сейчас про фантастику какую-то говоришь, когда я говорю сто лет, то понятно, вообще отсекается девяносто девять процентов всех, потому что люди даже не представляют, что они могут еще сто лет прожить, соответственно, ну, как они их проживут, если они не представляют, если у них все в сознании сфокусировано, не знаю, там, в семьдесят лет на каких лекарствах я буду, где я буду, сколько мне будет пенсии и так далее, все, уже сам по себе фокус уже образует старость автоматически. Но это другая тема, мы про тело там ее обсуждали, здесь мы говорим о мечтах, да, то есть если у вас в мечтах совершенно точно находится состояние, в котором вы, я не знаю, летаете на своем самолете частном, это будет как переживание, да, не просто там я полетел, вот у меня этот самолет, но у вас есть какой-то образ жизни определенный в мечтах, если у вас кто-то спросит, ну, там, представьте, как ты будешь жить через десять лет, то это не просто от балды, потому что вы по телевизору, а вы уже ощутили, что вы вот там, 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 туда поеду, там поживу, то-то и то-то, вот если это есть в голове, особенно если это касается рода деятельности, да, это не просто валяясь на пляже, к примеру, если вы занимаетесь там бизнесом, да, то вы представляете, что, я не знаю, там, какие у вас, какой у вас офис, или какие у вас счета, или какие у вас сотрудники, или какие у вас покупатели, если это, как бы, есть в целом, понимание, то, ну, там, через год, через два, то вас будет туда все равно притягивать, то есть, те возможности будут поиграться. Если же вы находите состояние, я сейчас переживу вот эти проблемы, сейчас вот добегу, или, знаете, там, кто живет на одну зарплату, что называется, там, если вы учитель, или на пенсии, да, если вы в состоянии, мне бы вот это пережить сейчас, даже и до первого числа, а потом я уж как-нибудь, то вот, это заблокирует любые позитивные изменения. И даже если вы, там, учитель, врач, ну, я имею в виду, бюджетник, да, причем не прокурор бюджетник, да, мы знаем, как они там, какие они прекрасные, замечательные, добрые прокуроры. Если вы на пенсии, если даже вы на пенсии позволите себе мечтать, а не доживать, если вы, опять-таки, учитель, бюджетник, или безработный, но в ваших мечтах есть вот, что будет, вот то-то, то-то, то-то с вами, то есть вы видите себя в обстоятельствах, окружении, ну, то, о чем я писал, там, в книгах, про, по-моему, в первой книге, как насыщать состояние, переживание. Будьте уверены, с вами это обязательно произойдет. То есть я делал даже, в моей жизни всегда так было. Кем я хотел побывать в жизни, вот на сегодня я хотел быть, ну, не на сегодня, когда-то я хотел, что я буду рано или поздно вот писать книги. Вот я вот, в той или иной мере, но сейчас считаю реализованным это. Не буду говорить там про свои дальше, но в предыдущих этапах у меня было тоже свое, я проходил по всем этапам. И когда вот, опять-таки, если вы в это не сильно верите, сделать опрос близких знакомых, кем они себя видели, вы увидите, что их детские мечты, в данном случае, кем они себя видели, они плюс-минус реализовались. Это очень легко отслеживается. Также вы, когда можете специально, вот знаете, хотите закрепить, да, из принципа, возьмите попросник, опросите, не знаю, там, 10 несчастных людей. Ну, я имею в виду так, вот, хронически несчастных. Вы увидите, что у них нулевые мечтания по поводу будущего. Ну, если им, конечно, намекать, да, куда бы ты потратил миллион, да, на миллиард, естественно, они все равно быстро это лекарство загонят. Но, я имею в виду, вот, как ты себе видишь, что там через год будет. Вот, типичный ответ будет, вот, либо то же самое, как сейчас, либо там еще хуже, да, или фраза, да вот, дожить бы, вот. Вот все, это 100% ситуация, что люди создают. и пообщаетесь, если у вас в кругу есть люди, которые чего-то достигают, или достигли, вы увидите, 100%, вот, в том случае, 100% и в этом. Ну, кроме тех случаев, да, когда человек там двигался, а потом упал, а потом поднялся, это, естественно, отдельная история. Ну, вот, я имею в виду, что более-менее линейно. Ну, вот, люди, которые идут в сторону изобилия, они все вам быстро, расскажут про свои мечты, причем, слово мечта их даже смущать не будет, разве что кто-то скажет, какая мечта, это абсолютно четкое планирование, и так далее. То есть, они видят, что и кто они будут, и можете быть уверенным, они туда придут. Ну, если они не будут пересекаться, там, с другими, какими-то своими внутренними убеждениями, там, они, они начнут спасать волков, где-нибудь, там, я имею в виду, какие-то включенные вещи, их не унесут совсем, то здесь будет все совершенно однозначно. Ну, я так долго мечтал, уделил все снимание. И вот, смотрите, еще такой момент, клубнытиков я назвал, это, как бы, переходящая из новостей, классная тема, да, вот как себя насытить позитивными, там, новостями, и так далее. Вот, объединяйтесь с людьми, которые, ну, помечтать, не знаю. Вот, смотрите, в фейсбуке есть клуб, мне, кстати, очень нравится, но оно может так слишком банально и смешно выглядеть, и вообще даже примитивно, глупо кому-то покажется. 60 тысяч человек в группе, которая называется, Хам Хиггс Фортекс Групп, кажется так. Суть следующая, вот, группы, этой, фейсбучной. Люди, представьте, 60 тысяч человек, ну, я их, не знаю, там, не следил за ними, просто я смотрю, сколько там, перепостов, лайков, там, всякого такого. В общем, каждый пишет о том, о чем он мечтает, либо пишет то, о чем он фокусируется, либо пишет, о чем он получил. То есть, вы, представляете, вы получаете у себя ленту, вот, мечтаний, тысяч, тысяч, тысяч людей, и причем, и там, перемеживается с тем, что, а я вот купил Мерседес, а я нашел там мужа, жену, ну, то есть, все новости, вот, этого объединения, они все связаны с фокусировкой и с воплощением. Все. То есть, всякая реклама, которая там появляется, она уничтожается, выбрасывается, всякие призывы, давайте спасать китов, львов, медведей, кого там еще можно спасти, выбрасывается за ненадобности, потому что это, мы не фокусируемся на этом, по крайней мере, в рамках клуба изобилия. Вот, если кто-то из присутствующих, да, кто смотрит, создаст такую группу, не знаю, ну, там, в фейсбуке, да, вот, я лично, со своей стороны, как смогу, ну, поделюсь, да, на сайте, что ли, буду там, может быть, принимать какое-то участие, с тем, чтобы, знаете, объединить вот эту реальность людей, сейчас действительно, вот это новое время, да, и чем больше у вас, даже не в личной жизни, вот видите, чем я говорил выше, там, что новый круг людей, вот виртуальный круг, создайте, уже хорошо, вам не нужно это ничего читать, вы просто будете вибрации чувствовать, помните, да, вот тот, кто-то книг и читал, даже вот книгу вибрации, вот она на сайте, там есть, вы просто на уровне вибрации, будете фоном видеть, вот эти все, ну, если оно вас бесит, конечно, если вы, как страшно жить, находитесь, да, вот в этой ситуации, оно вам не поможет, но в целом, вот, присутствие таких людей, своей жизни, даже виртуальной, будет вам очень-очень хорошо помогать, а если вы хорошо, как бы, владеете английским, ну, вам это близко, то вступайте в существующую, ну, американскую группу, если вам близкие, опять-таки, американцы, там, да, много стран, это действительно очень классный пример, хорошо, ключевое, знание, это нулевое ожидание, вот я об этом говорил, говорю, постоянно повторяю, я, так понимаю, буду говорить, хочу, мы сейчас, видите, зелененькое, мгновенное знание, то есть, ноль ожидания, у нас есть в лучшем случае, или в худшем случае, планы, это не ожидание, вера, не должно быть ожидания, уверенность, намерение, никакого ожидания, то есть, чем вы дальше, сейчас, еще раз по-другому немножко скажу, чем дальше вы от планов, или, ближе, к мгновенной монифестации, тем меньше у вас внутреннего ожидания, то есть, вы видите, вы наблюдаете, вот вы, вот в этих вот пунктах, зелененьких, видите, буквально в каждом, вот, пункте, еще много других вещей, я сейчас не затрагиваю, опять-таки, формат, немножко не позволяет, естественно, это там, да, то, еще начинали, что, я имею в виду, раньше мы говорили, в других местах, что, то, чтобы начать, формировать, сложную реальность, ослезите свои вибрации, создайте, создайте по всем вибрациям, зрение, слух, и так далее, вот это соответствие, да, и потом это все выдерживаете, плюс, разные там упражнения, я давал, как в этом находиться, то есть, вы вот это выдерживаете, находитесь вот в этих вот вещах, которых называем, сейчас переживания, ну, вкратце скажу, зеленых, и вы, у вас ожидание, вот, если вы все это соблюдаете, перестает быть, в смысле, вообще его нету, как такового, потому что, я, кстати, еще, наверное, все-таки напишу еще книгу, вот, на эту тему, про изобилие, там гораздо глубже, ну, как бы, кто читал мои книги, везут эти, мои, необычайные красоты рисунки, я это все по нарисовываю, как это все выглядит, в энергетическом плане, но, сейчас, я думаю, достаточно понятно, что, вот этот вот пункт, нулевое ожидание, это, есть, нахождение, в состоянии, здесь, и сейчас, кстати, да, может быть, и потом, и даже вебинар, на эту тему, здесь, сейчас, может, к нему, не знаю, почему, здесь, не хочу, сейчас, тратить на это время, суть, следующая, когда вы понимаете, силу, здесь, и сейчас, вы понимаете, я и эсмь, вы входите, в состояние, нулевого ожидания, то есть, его нету, вообще, это превращается, в знание, и вы, включается, вот, момент, сейчас, полностью, вы просто, наблюдаете, вот, мгновенную, манифестацию, всего, то есть, вы начинаете, даже, привыкать, что, как только, вы сегодня, что-то, захотели, вы начинаете, не ожидать, не высматривать, не фокусировать, внимание, а просто, наблюдать на том, как, буквально, через час, вот это, или его суть, в смысле, знаете, там, объект, либо, свидетельство о объекте, приходит в вашу жизнь, это весело, забавно, это очень классно, ну, как образ жизни, как таковую, здесь, никакой работы, вообще, не происходит, ну, я имею ввиду, каких-то напряжений, там, освоений, медитаций, никаких, хождений на три дороги, закапываний, там, туда, каких-то объектов, варенья, кошки, там, мы не трогаем кошек, куриных лапок, там, с чем-то, вот, чтобы какую-то магию создать, ничего, вы просто живете в кайфе, в удовольствие, это все очень, очень просто, легко, в вашу жизнь, приходит, вот, когда это нулевое ожидание, есть, и вот, вопрос, а знаете ли вы, что количество денег не уменьшается, я вот, тут, как бы, хотел на этом заканчивать, но, вот, кстати, так, ни одного комментария, ничего не сыпется, то ли я так энергично рассказываю, то ли я уже давно сам с собой разговариваю, знаете ли вы, что количество денег не уменьшается, вот, о чем я сейчас хочу сказать, это вам просто так наподумать и напроанализировать, когда вы что-то хотите купить, желаете, я имею в виду из таких более-менее простых вещей, там, какой-то, ну, там, там, не знаю, стул, стол, кондиционер, сапоги, и у вас есть такая ситуация, вот, у меня же есть, там, энное количество денег, если я эту штуку куплю, то у меня их не станет, ну, образ рисуют в голове, знаете, там, пойду по миру с протянутой рукой, в классных, симпатичных туфлях, или красных сапожках, там, лобутенях, в конце концов, да, пойду, с протянутой рукой, потому что все, деньги закончатся, но, смотрите, вы делаете эту покупку, а это вот вы сейчас после вебинара можете быстро, сразу же, мгновенно убедиться в своем же примере, никому выходить не надо, вы вспомните, когда у вас возняли такие ситуации, вы делали покупку, проходило очень небольшое количество времени, день, два, ну, там, три, ну, короче, ваше финансовое состояние не менялось, вот, обратите внимание, вот, у вас было, там, комфорт, ну, привычная для вас сумма денег, там, событий, вы ели, там, какие-то продукты, не знаю, колбасу, или, что там, кто тут, веган, помидоры такого-то сорта, вы купили себе лабутены, и это не значит, что у вас завтра пропали деньги на помидоры или на колбасу, нет, обратите внимание, проходит очень короткое время, вы точно так же питаетесь, точно тоже имеете, что имели, но в лабутенах, или с этим телефоном, то есть, вот, он не понимает, как это я все, ну, не ренокопление, да, а то, что у меня сегодня так вот оно, ну, я должен был вообще, как бы, разориться, откуда там все компенсировалось, посмотрите всегда, всегда в вашей жизни так происходило, количество денег не уменьшалось в вашей жизни от того, что вы что-то купили, что-то себе позволили, а это, за этим есть следствие определенное, чем больше денег вы будете позволять себе тратить, я вот, да, вечер рассказывал, да, что их можно еще и мысленно тратить, не обязательно, физически, если у вас вообще там ничего нет, вот, но, но и физически тоже, то есть, знаете, обратное движение, да, допустим, вы сфокусированы на скидках, чтобы что-то купить, собираете, экономите там на максимуме, потом, ум говорит, конечно, ты там сэкономил, заработал, но, потом оказывается, что если вы начинаете чуть-чуть дороже покупать продукты, не меняется количество денег у вас, еще дороже, еще не меняется, еще дороже, еще не меняется, а потом, вы понимаете, что вы вообще можете позволять себе все, ну, это я пошаговая, то есть, не говорю, что сейчас возьмите все деньги и купите себе, я не знаю, там, икры, когда-то я был в такой ситуации, что, ну, физико денег, ну, не важно, так вот, извините, сколько бы вы не тратили денег, если это происходит на именно состоянии, что вы знаете, что у вас есть деньги, но есть определенное опасение, что это повлияет, не повлияет, и отследите этот факт, это информация для формирования полезных убеждений, отследите факт, что когда вы движетесь в сторону все более и более дорогих покупок для себя, любимой, когда вы не экономите на себе, то у вас больше поток денег возникает, это у всех абсолютно всегда, обратное движение, вы начинаете двигаться в сторону экономии, удешевления, поиска, ищите скидки, слово подобрал быстро, очень, ищите скидки, вы соответственно, я просто так что-то сижу, я не шучу, ничего, что я так сильно разогнался, если вы ищите скидки, и вы идете по этим скидкам, вы постепенно заметите, как у вас уменьшается поток денег, вы естественно будете это сопоставлять с неудачами, ну я имею в виду человеческий ум сопоставляет, с невезением, с тем, что он и так знал, что будет плохо, нет, если вы экономите, ждите уменьшения потока, это у всех всегда происходит, когда был кризис, когда был кризис 2007, 2008, уже тогда, вроде как все становилось плохо, мне кажется, где-то рассказывал, полетели с женой покупать бриллианты в Эмираты, прямо вот в самый разгар кризиса, это я сделал уже в пику того, чтобы не слушать людей, которые рассказывали, как плохо жить, и как в других примерах я рассказывал раньше, очередной раз это полностью показало, то есть я вот кризиса, как такого не увидел, то есть я знал, что он его по телевизору показывали, и мне буквально все, кто мог, жаловался, но все как бы дела, все шли, именно таким образом превращались, что кризис, даже в людей, с которыми я работал, был кризис, но не у меня лично, потому что у меня поток никак не уменьшался денег, это я сейчас про бизнес говорю, даже не буду сейчас эту тему развивать, потому что, с одной стороны, это будет общедоступная запись, чтобы никого не ранить из тех людей, которые тогда побежали прятаться и потом потеряли очень многое, ну люди просто боялись, спасались именно, и это и получили, так вот, вот этот вот момент, количество денег не уменьшается, от того, что вы покупаете, он является противоположностью момента, который я хотел сказать, ну вот даже вот смотрите, не противоположностью, какого волка вы кормите, то есть как только вы впускаете в себя, вы начинаете кормить, тратить деньги, да, ну в смысле экономить, да, экономить волка вот этого, ну не того, вот, вот считайте, что начался вот это движение, которое будет пожирать, пожирать ваши энергии. Привет Америке, мы уже заканчиваем, ну возможно на днях услышимся, вот, я пожалуй рассказал все, что хотел, и честно говоря, даже не уверен, стоит ли отвечать на вопросы, чтобы сделать это вебинар максимально кратким, ну не растянутым, но если есть пару вопросов быстро, я отвечу, если нет, то будем на сим прощаться, я подожду 40 секунд, потому что задержка во времени. Хорошо, я вижу в основном люди получили вплеск энергии, да, тогда, да, про я уже не буду, знаете, сейчас про анонсы, ну все, все анонсы будут на фейсбуке, на сайтах, и так далее, я сделал небольшой все-таки перерыв, да, вот эту часть сейчас, которую я проговариваю, мы уже будем ее использовать, ну, как я ее вырежу, остальное выложу, вы получите полный доступ, все получат, да, пожалуйста, распространяйте куда угодно, я буду рад, если будет много богатых людей, у нас все будем рады, создаем клуб, миллиардеры, как угодно. Спасибо вам, что вы пришли, спасибо за ваше спасибо, за внимание, я действительно чувствовал внимание, извините меня, что я так вот время туда-сюда перебрасывал, это было вот мое внутреннее ощущение, что надо сейчас, вот, почему-то, не знаю, от кого-то это пришло, что ли, еще раз всем спасибо, прощаемся, я буду выключать, и вы все, кто участвовал, как вы знаете, кто был в рассылке, получат автоматически письмо завтра со ссылкой. До свидания.